Книга «Открытым оком», том 27, тема интернет, вопрос 3939. «Нашли ли вы что-то в интернете, что созвучно вашим проповедям? И кто они, православные или протестанты?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Совсем даже немного, но встречается по частям», кавычки открываются, «неактивность церкви, а нечестие мира является последней каплей, вынуждающей Бога производить суд над землей» в ИТЕ 15, 13-16. «Бог не пытается создать большую церковь на земле. Он ждет, пока последний желающий купит билет в его царство, тем самым позволив ему поступить куда радикальнее, уничтожить грешников, сделав праведников большинством. «Этот человеку, скажем, исцеление от рака кажется решением его проблем, но Бога не устраивают никакие промежуточные варианты, кроме полного торжества его воли, вечной жизни Божьих детей в непосредственном общении с ним». «Призвание церкви показывать альтернативу греховному образу жизни этого мира, возвещая совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет» 1 Петра 2, 9. «С точки зрения Бога любые полумеры, ничтожная тьма, о которых с позиции вечности не стоит и говорить». «Никакой надежды помочь ему человеческими силами нет, и сокрушен он будет без содействия людских рук». Даниил 2, 34. «Бог подписал греху смертный приговор. Наша задача в силе духа – объявить всем спастись от неминуемого суда, можно лишь приняв жертву Христа за свои личные грехи. Чтобы не быть осужденными с миром, 1 Коринфянам 11, 32, необходимо отделиться от него, прежде всего, духовно, и оттуда, из пустыни, предлагать ему спасение, как это делал прообраз последней церкви Иоанн Креститель. Церковь в первую очередь должна быть обеспокоена собственными духовными и моральными стандартами, отличаемся мы ли от мира. Рекламный агент должен показать товар лицом сегодняшней равнодушия к религии и морали у большинства землян, говорит, что церкви пока не удалось представить серьезные альтернативы свиным рожкам светского мещанства. Не будем забывать, что религиозность прежних поколений в массе своей держалась на традициях и страхе, а потому была не намного действенней, чем коммунистические убеждения образованных горожан Брежневской эпохи. Большинство христиан прежних столетий имело те же материалистические приоритеты, что и сейчас. Более того, псевдоцерковь также будет обречена на гибель, и опять-таки не из-за миссионерской пассивности, а из невозрожденной жизни. Только личная праведность была мирилом того, насколько вседержитель задействовал человека в сознательном служении, а не просто использовал его как свой инструмент. И его строгость к грехам пророков Моисей не вошел в Ханаан за какой-то удар палкой по скале. Мариам поражена проказой за то, что просто поделилась своими сомнениями, а гиезий за желание брать пока дают. У Давида из-за его мелкой интрижки погибло четыре сына. Не шла в сравнении с требованиями к прихожанам, не говоря уже о внешних. Он называет своим помазанником, то есть мессией языческого царя Кира, Исайя 45.1, при том, что нигде Библия не сообщает о покаянии этого политика. На каком основании? Потому что Кир, возможно, не зная, да и не желая того, исполнил своими действиями волю Господа. Но эта услуга не сделала из глиняного горшка, салом 2.1.9, спасенного человека, сына царя царей. Страшно другое. В принципе, возможно также функционировать в Божьем плане, будучи служителем церкви. Смотрите историю переосвященника Хаиафы, Иоанна 11.49-53. При этом спасение от церковного горшка будет настолько же далеко. Церковь нужна Господу не для принятия всеобщих справедливых законов, равного государства или церкви. Ничего лучше, чем диколог не придумает самый густо и толсто помазанный юрист. Свои законы Бог создал от вечности и сам их неизменно придерживается. Саисая 42.21. От церкви здесь ничего зависеть не может. Она лишь рекламный агент царства. Показывает красивые буклеты, видеоролики, раздает приглашения, составляет списки соискателей, обучает и поддерживает этих людей. Более того, богоборец, маленький рок, из пророчества будет предан огню. На небесном суде именно за свою беспрецедентную дерзость намерение отнять у святых праздничные времена и закон, отменив их. Даниил 7. Задача церкви не управлять событиями, они были и будут в Божьей власти при любом политическом режиме, а любовью согревать человеческие сердца, достигая взаимности. Базовая же предпосылка любви – свобода. Любовь без свободы является изнасилованием. В этой ювелирной косметической работе над сердцами Господь и нуждается в человеческих узах любви. Осия 11.4 Это он служит больным, обездоленным через нас. Это с ними он встречается на богослужениях нашей общины. Именно там у постели больного, в тюремной камере, мы можем увидеться с ним лицом к лицу. Бог утверждал теократическое правление. Первое – только для одного народа. Второе – его всеобщего согласия. Исход 19.3-8 стих. И третье – на время дорождения Мессии. После этого Бог самолично разорвал завесу в храме, чтобы не оставить сомнений в смене эпох. Теперь от церкви не требуется никаких окопов, только отступление. Выйти из обреченного Вавилона и бежать на гору Сион в объятия Агнца. Откровение 14.18.4 Недаром первые 300 лет христиане даже не строили молитвных домов, не говоря уже о больших земных проектах. И дело здесь не только в преследованиях, так было и на относительно спокойных задворках империи. В то время они еще помнили, что их задача быть отрядом быстрого реагирования, совершить миссию собираться домой. Когда голова и хвост второзакония 18.13 сменялись местами, Бог поражал иудеев рукой язычников, использовал грешников, чтобы карать псевдоправедников. Так Господь показывает, что призванные им люди говорили о нем не так верно, как те, кого должны были учить пути Господню. Суд постигал Израиль тогда, когда язычники становились правее его. 2 Паралекоменон 33.2 Христианские государства также лихорадила из-за нехристей, гуннов, мусульман, моголов, позднее атеистов, не призывов, эх, под нажмем. Не хватает церкви осмирения пред Господом и признания его власти в своей жизни. Нужны плоды нашего покаяния, а не политическая дубина. Сколько в истории принималось указов, где людям предписывалось, как жить в хороших и хороших и плохих. Но писанное на бумаге еще не означает праведность жизни. Недаром вскоре после указа на ухода Носора понадобился указ Дария. Но ни первый, ни второй указы не сделали Вавилон и Лемида Персию христианской стороной. Сначала трое юноши публично отказались повиноваться царским декретам, потом язычники, тихим сапам. Уклонялись от поклонения Богу Даниила. Как видим, Бог защищал и свободу первых, праведность и свободу вторых по греху. Личный выбор индивида для Господа важнее любых указов. Самое глубокое преобразование этого мира произошло тогда, когда 120 человек молилось в одном провинциальном доме в течение 10 дней. И после этого действовали словом, заботой, кровью, но не мечом. Если бы просто исполнять все то, что уже включено в Конституции существующих держав, можно было бы сделать земную жизнь весьма сносной. Не в законах дела, а в сумме личных воль, направленных к добру или злу. При этом социально-политическая структура современного общества позволяет параллельно функционировать обоим этим потоком. Даже в Древнем Израиле человек спасался непринадлежностью к этнической, либо социальной группе. Таким образом, перед его вторым пришествием мир будет крайне развращен. Первые верные ему люди будут в ничтожном меньшинстве, провозгласив суд над грехом. Бог больше всего беспокоится о спасении своего народа от грядущих бесов. Будут и такие члены церкви, которые погибнут в самый последний момент вместе с нечестивыми. Ни о каком массовом пробуждении и реформировании общества по христианскому образцу Иисус не говорил. Евангелие будет проповедано не во спасение, а во свидетельство всем народам. За руки никто хватать не будет. Пример жены Лота показывает всю бесполезность этой практики, если Лота не устраивает окружающие бездуховность. Ему нужно не собирать весь садом к дверям геев, чтобы придать их суду, а уйти из города и кочевать по пустыне с Авраамом. Но первый вариант куда легче и комфортнее во всех смыслах, а пробуждение и реформирование Господь осуществляет в каждом обществе с первого дня существования. Вспомним благие намерения тех же коммунистов. Увы, история любой цивилизации заканчивается приговором. Земля расстрелилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. Всякая плоть извратила путь свой. Бытие 6.11.12. Повторимся. Распространенность зла, а не добра, побуждает Бога к решительным действиям. Все средства исчерпаны. Больные не хотят лечиться, а норовят еще и врача заразить. Нужно хотя бы его спасти от типозного барака греховного мира. Бежавший в пустыню от преследования дракона, Дева Церковь триумфально возвращается на нем верхом. Упившаяся кровью святых и прелюбодействован с земными царями именно соединение светской и церковной власти позволит осуществить невиданную диктатуру. Идеологическое силовое порабощение землян страшнее всего то, что пресловутое большинство добровольно пойдет под сильную руку дракона, чтобы наконец-то навести порядок. Как это может произойти? Протестанты первым протянут через пропасть руку спиритизму, затем они перешагнут через бездну, чтобы попадать в руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрание свободы совести. Кавычки закрыты. О каком пробуждении мира может идти речь, если христианство расколтано тысячи группок гордыни, тщеславием и другими проявления плоской природы? В реформации по библейскому образцу нуждаются те, кто уже обещал Богу добрую совесть. 1 Петра 3, 21. Церковь, а не мир. А что реформировать в церкви? Давайте в миллионный раз откроем тот же диколог, который так настырно пытаемся навязать нечестивому обществу. Сразу же несколько миллионов христиан заявят, что это-то для евреев. А мы, язычники или беззаконники, еще миллиард верующий скажет, что и церковь своей собственной властью вторую заповедь закона Божия устранила полностью, четвертую изменила, десятую разделила на две, читаем с оставшимся меньшинством. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Ни культа личности пастора, ни политического лидера, ни гороскопа. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Долго ли искать идолов в современных церквях, которые ищут возможности реформировать и пробуждать мир? Их не прячут под седло, как рахиль, но ставят на возвышенности. Чтобы все входящие видели, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. В оригинале фраза звучит «Не носи имени Господа Бога твоего извращенно». Носил Божье имя на золотой налобной табличке первосвященник, входя во святилище. Если он терял духовную бдительность, будучи опоен какими-то наркотиками, начинал считать отличия чистого от нечистого глупыми дискуссиями, Всевышний настолько гневался на него, что поражал смертью левитам 10. Каким сегодня показывают Бога его служители? Неспроста атеистические режимы возникали на канонических территориях христианнейших стран. Франции, Италии, Германии, России. Никакая земля, никакая земная сила так не отвратила людей от Творца, как псевдосвященники, опьяненные буквальным, оккультным или идеологическим вином. Вот и сейчас получается, что нет более обидчивых людей, чем верующих. Кажется, все научились понимать юмор и прощать довольно едкие насмешки, кроме тех, которым небесный учитель велел молиться за врагов и благословлять их. Возникает ощущение, что либерализм и светскость больше развращают церковь, чем мир. Нечестивые политики терпят каждодневную критику в свой адрес и карикатуры в оппозиционных газетах, а после драк в парламенте извиняются перед коллегами, что сильно ударили, распивают с ними шампанское в кулуарах и улыбаются в объективы, а датские журналисты вынуждены были с семьями уйти в подполье из-за своих богохульных каракулей. Не напоминают ли пензенских затворников? Но те ведь замуровали себя добровольно. Никто не собирается принимать извинения у этих журналистов, не умеющих отличить правую руку от левой духовных вопросов. Из-за их мазни в какой-то газете святые убивают священников и миссионеров, жгут христианские храмы, почему-то и на другом континенте тоже бойкотируют все датские товары. Товарищ Сталин и тот теоретически обещал, что сын за отца не в ответе, а тут вся промышленность и королевская рать. Салман Ружди вообще не весь сколько розыски сынов Аллаха. Теперь Джоан Роулинг и Дэн Браун. Да, мир развращен. Да, телевизор показывает сейчас не то, что 20 лет назад. Да, ужас, что творится. И далее по тексту. Но разве Иисус не предупреждал, что перед его возвращением мир постигнет небывалый коллапс? Но ведь есть разница между тем, чтобы первое, самому не смотреть, не покупать, не читать. Второе, запрещать это делать другим. Третье, убивать того, кто снял, произвел, написал это. И когда церковники, иначе не назовешь, в 21 веке жгут отреченные книги, начинаешь понимать, что адская машина времени мчит на темное средневековье. Потому что вслед за книгами в топку традиционно бросают их авторов. В нацистской Германии было именно так. Да, все это плохие авторы плохих книг. Да, мистика, богохульство это ужасно. Да, завтра это может стать любимым чтивом моих детей. Но как показывает история Ионы, иногда Богу легче привести к покаянию ужасного грешника, чем заслуженного члена церкви. Почему-то Божья милость и долготерпение к другим очень туго укладываются в церковные умы. Иногда дело в том, что образ Божий в нас отталкивает наших детей и близких. И иногда они слушают этих фантазеров с мистическим уклоном, но гораздо легче воевать огнем, чем веянием тихого ветра Христовой любви. Ведь книгу написал человек, а вот жизни, свободу и для ее написания тоже хотим мы того или нет, ему дал Бог. И если христиане разучатся писать книги, способные конкурировать с опусами Ружди, Роулинг и Брауна, возникает искушение пойти другим путем, коротким. И прихватив спички, ибо дарить жизни свободу не всякий из священных поджигателей умеет. Кстати, откуда взялся мистицизм? Ведь не может человек ничего говорить от себя, если не будет ему дано свыше. А ведь Библия дважды называет атеизм и эволюционизм безумием. В СССР хулицвятую церковь учили поголовно. Помни день субботний, язык болит, что-то комментировать. Не убивай, что собираются делать с нечестивыми христианские реформаторы. Они каются в крестовых походах своих предков, просто переименовав отдел инквизиции и избирая на ключевой пост его бывшего заведующего. Другие молятся о политических рычагах, чтобы начать новый крестовый поход вооруженными, не мечами, а баллистическими ракетами и, возможно, тотальной слежке за каждым землянином. Не при любодействии, не коради. По статистике за профессиональные грехи христианских служителей во всем мире и независимо от конфессии. По статистике это профессиональные грехи христианских служителей во всем мире и независимо от конфессии. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Нарушение этой заповеди лежит в длинной доле церковных расколов. Светские правители все-таки исполняют большую часть твоих законов, а многие верующие давно легализовали отмену всех вести заповедей. Это если не учитывать остальной Библии. Но для Бога наше законотворчество ничего не значит. Мягко говоря, как отразил в своем дневнике деятель лютеранского сопротивления нацизму Дитрих Бонгхёфер. Сначала арестовали коммунистов. Я не протестовал, потому что не был коммунистом. Потом арестовали евреев. Я не протестовал, потому что не был евреем. Наконец пришли арестовывать меня, но к этому времени все, кто мог протестовать, уже были арестованы. Кавычки закрыты. Не призываю к публичным протестам. Бог никогда не вышибал клин клином, но есть разница между тем, чтобы стрелять во врагов, и тем, чтобы поддерживать и благословлять всемирный крестовый поход против свободы и жизни. Свободы, которая, увы, дарована Богом. Не только для христиан, для их благих побуждений, но и прочим истам, буддистам, сатанистам, атеистам. Наша задача не отнимать у других это величайшее благословение. А пока есть время личным примером убеждать принять Божью любовь для их спасения. Как же относиться к политизации церкви? Противиться протягиванию народа Божьего в политические баталии? Бог пытается убедить хотя бы церковь, что он является вседержителем истории и не требует служения рук человеческих. Определенно им на сегодня для нашей страны форма государственного правления нуждается в том, чтобы развивать лучшие стороны и пользоваться существующими возможностями. Для служения людям Иисус не выступил против разорительного налогообложения в пользу оккупантов. Он даже не согласился дать юридическую консультацию за счет раздела наследства. Господь не воевал с Римом, поработившим Иудею, потому что сам до своего воплощения лишил Палестину государственности. Из-за грехи церкви того времени и христианская миссия блестяще использовала преимущества империи шенгенскую визу для мирных путешественников, депутатскую неприкосновенность римского гражданства, дороги европейского класса, единый язык, международные торговые связи, ВТО, ЕС, религиозную толерантность, гайд-парк, ариопага и римское право. Это не апология глобализации, а попытка прочесть знаки времени, как сказал Уинстон Черчилль. Другие политические системы гораздо хуже плохой демографии, но все перечисленные понятия так или иначе опираются на евангельское понимание неприкосновенности человеческих прав и свобод человека как такового, не его пресловутой идеологии. Лишение других этих прав является актом губительного высокомерия. Кавычки закрыты, Максим Балаклицкий. Деяние 12.22.24. А народ посклицал. Это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Слезы людские, о слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые, в осень глухую порою ночной. Федор Иванович Ютчев